Здравствуйте, меня зовут Тирин. Я студентка, учусь на кафедре русского языка и литературы в биологическом факультете университета Горио Республики Кореи. У меня есть вопрос. Кого в русском языке называют Держимордо? Приличное ли это слово? Здравствуйте, уважаемые зрители. Держимордо – слово, пришедшее из литературного произведения. В комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», созданной в 1835 году, эту фамилию носит квартальный надзиратель, то есть полицейский среднего ранга. Держимордо – говорящая фамилия. Так называют литературный прием, в рамках которого писатель дает персонажу имя, описывающее его характер, социальное положение или внешность. Фамилия образована путем сложения двух слов – глагола «держать» в повелительном наклонении и грубо-просторечного существительного «морда», обозначающего человеческое лицо. Персонаж «держимордо» олицетворяет грубость и полицейский произвол. Один из его начальников говорит о нем. Да, сказать «держиморде», чтобы не слишком давал воле кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами – и правому, и виноватому. Фонари в данном контексте – это синяки. В русском языке слово «держимордо» из имени собственного превратилось в нарицательное. Оно пишется с маленькой буквы и имеет форму множественного числа. Узкое значение лексемы – тупой и грубый полицейский. Более широкое – деспотичный по отношению к нежестоящим человек, использующий свою власть для подавления свободы окружающих. Слово это вполне приличное, относится к литературному языку, но при употреблении следует учитывать его резко негативное значение. Русский язык – великий, могучий и тесно связанный с великой русской литературой.